Состоялось очередное заседание оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в Азбестовском городском округе. О санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Азбестовского городского округа, связанной с распространением коронавирусной инфекции, доложила начальник Азбестовского отдела Роспотребнадзора Елена Брагина. По ситуации по Азбестовскому городскому округу за прошедшую 49-ю календарную неделю ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно ухудшилась. По сравнению с предыдущей неделей произошел рост заболеваемости на 84%. Также на 56% произошел рост по сравнению со Сырловской областью. В возрастной структуре заболеваемости наибольший рост произошел среди граждан 20-29 лет. Рост увеличился в 8,5 раз. В три раза среди граждан в возрасте 40-49 лет. Детей школьников старших классов от 15 до 17 лет. В два с половиной раза рост среди граждан 30-39 лет и в два раза рост среди детей от 0 до 2 лет. В целом по возрастной структуре заболеваемости ситуация не меняется. Приоритет остается за взрослыми и составляет 85%. И основные заболевшие это граждане 60+. И дети составляют в общей структуре 15%. Причем из всех заболевших 84% не прошли вакцинацию. Заболевшие, которые имеют в анамнезе вакцинацию, переболевают в легкой форме и находятся в амбулаторных условиях. В тяжелом состоянии вакцинированных нет. За две недели зарегистрировано 50 очагов. Из них 18 с распространением инфекции. Самое большое количество очагов зарегистрировано и произошел резкий рост. Это в детских образовательных учреждениях. И составляет среди всех очагов 56%. 28 очагов. На втором месте это промышленные предприятия. 28%, 14 очагов. Где наибольшее количество распространения идет на заводе РМЗ, энергоуправления, Урал-Азбест и Форес. На третьем месте это государственные учреждения. По причине коронавирусной инфекции закрыты 6 классов в 5 образовательных организациях и 3 группы в дошкольных образовательных организациях. Проводится мониторинг действий, связанных с соблюдением санитарных требований юридических лиц и предпринимателей без взаимодействия. Одна из форм это мониторинг социальных сетей, сети интернет. Итак, выполнен такой мониторинг. В ходе данного мониторинга установлено, что во Дворце культуры города Азбеста проводятся массовые мероприятия. Мероприятия с участием граждан пенсионного возраста, кружки без соблюдения масочного режима, без соблюдения социальной дистанции и, соответственно, сборы в таких кружках. Напоминаю о том, что это недопустимо. И в рамках того, что на сегодняшний день данные нарушения являются недопустимыми, в адрес директора Дворца культуры направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. В ковидном госпитале все без изменений. Все койки, включая реанимационные, заняты. О надзорной деятельности доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела полиции «Азбестовский» Владимир Корнилов. С января 2021 года по 13 декабря выявлено 673 административных правонарушений. За прошедшую неделю, а именно 6 декабря по 13 декабря, значит, административной ответственности привлечено 90 человек. Всего на 13 декабря 2021 года в городском суде города «Азбест» рассмотрено 1555 материалов. Из них 250 лицам вынесено предупреждение, 1283 лицам вынесен штраф на общую сумму 2 млн 587 тыс. рублей. Взыскалось правонарушителей 721 тыс. В связи с ужесточением мер по коронавирусной инфекции и изданием указа губернатора СССР 8.616.27.10.21 были созданы рабочие группы из числа сотрудников полиции, представителей администрации, Роспотребнадзора с целью проведения проверочных мероприятий. Всего с 30 октября 2021 года проверено объектов торговли и торгово-разговорительных центров 379, объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, включая такси 461, учреждений спорта 8, предприятий, оказывающих услуги общественного питания 78. Наибольшее количество правонарушений, связанных с нарушением масочного режима, продолжают на нас выявляться в сетях, то есть в Монетке, Магнит, Магазины Красно-Белое. О проведении вакцинации против коронавирусной инфекции и гриппа сотрудников и студентов старше 18 лет доложили представители колледжей и политехникума. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова